Мария Максакова, оперная певица. Здравствуйте. 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 Добрый день. Я приветствую всю нашу аудиторию. Мария, хотели бы начать наш разговор с громкого заявления губернатора Петербурга Александра Беглова. Он рассказал, что российские военные якобы видели в украинских школах Донецкой области три туалета. Для девочек, мальчиков и гендерно-нейтральные. И вот поэтому, мол, солдаты прекрасно понимают, за какие ценности они сражаются и что делают на украинской земле. Знаете, вот до этого самое оригинальное объяснение военной агрессии было у Марии Захаровой. Она сказала, что в Украине в том числе идет война за свободу народов Африки. Ну вот если послушать Беглова, сотни тысяч людей Путин отправил на убой из-за туалетов. Как вам такая версия? Да, я добавлю, что забираю детей каждый день со школы, но я такого не видела. Вы знаете, что примечательно? Откуда взялся этот теперь уже не Зет-патриот, а Клозет-патриот? Так, наверное, его надо называть. У нас такие хлесткие всегда определения, да. Первое, что пришло, вы знаете, так на ум. Дело все в том, что если бы он обратил внимание, какие не то чтобы удобства, а неудобства во дворе сопровождают жизнь третий россиян. Вот мне очень интересно, вот эти вот, как их назвать, выгребные ямы или вот эти дырки в земле, куда, кстати, они порой проваливаются, вызывают, наверное, спасателей, которые вовремя, конечно же, не приезжают. Вот эти ямы, они у них там как, гендерно-нейтральные или все-таки там есть различия, в какие из них заходят орко-самки, а в какие орко-самцы. Вот это, я думаю, следовало бы знать этому Клозет-патриоту, так как его, в общем-то, отряхнув, так сказать, от Нафталина, предложил Пригожин Путину в качестве губернатора после того, как у Пригожина не сложились отношения с предыдущими несколькими. Притом, каждый раз, когда он думал, у него будет губернатор-подельник, это все выплывало каким-то боком. И, в общем-то, вместо этого всякий раз губернатор, наоборот, так сказать, вступал в некие конфликтные отношения с Пригожиным и его интересами. То есть они не могли там, как бы это сказать, поделить пирог. Ну и вот поэтому в какой-то момент Пригожин, это был ставленник его, нашел вот Беглова, отряхнул его от Нафталина, потому что Беглова, в общем-то, знал Путин по годам там ранее и, естественно, преподнес его как, ну, во-первых, бункерного землероя крота. Это его основная специальность. Кто должен смотреть за бункерами, которые разводит Путин повсеместно, в частности, под Константиновским дворцом? Там, где это, в общем-то, не предусмотрено в силу того, что финский залив, много воды и так далее, но все же и там рыли и роют. Поэтому вот этот землерой крот подошел в качестве губернатора. Кстати, он до того рыл подземные какие-то там сцены под Большим театром. Это один из его таких проектов, где он осваивал ранее, значит, по своей основной специальности бюджеты. Причем, я так понимаю, что там тоже вот эти подземные сцены, так сказать, пересекаются туннелями с городской канализацией, по всей вероятности, раз его так волнует, и, возможно, с какими-то ходами непосредственно в кремлевский бункер. Ну, в общем, как бы то ни было, дело в том, что он тоже перестал выполнять какие-то обязательства, которые он взял перед Пригожиным, когда тот его поставил на такое лакомое положение. И вот у них началась война. Сначала, когда он только его вел, так сказать, к Олимпу, тогда еще он ему придумывал разные мемы, потому что, ну, из совершенно непопулярного и, мало того, почти кому неизвестного типа сделать все-таки губернатора, это надо немножко постараться. Привлек Шнурова. Значит, он тогда придумал ему мем Лопата Беглова. Ну, то есть вот такой твердый хозяйственник, ну, тем более, как мы знаем, рыть он любит и копает по всей вероятности тоже. Ну, предполагаю, что после того, как он перестал выполнять свои обязательства, то он, ну, так сказать, ожидал, что Пригожин вернется к нему все с той же лопатой, причем, наверное, уже, так сказать, черенок будет самой устрашающей ее частью. Вот, ну, это опять, наверное, навеивало ему все время мысли о, так сказать, клозет-патриотизме. Вот, ну, надо сказать, после того, как его пронесло, и Пригожин не успел закончить, так сказать, задуманное, потому что все только ждали этой расправы, ну, вот так получилось, что его после этого понесло, и теперь его снова, получается, пронесло вот в гендерно-нейтральные туалеты, жидко и пахуче. Значит, это что такое? То есть всегда и давно нелюбимый уже советской властью Ленинград, а ныне Петербург, несмотря на то, что Путин сам из одной такой подворотни вылез, это ведь всегда был такой все-таки оплот западного мышления. Не только потому, что архитектура, не только потому, что много работало там иностранцев всегда традиционно, не только потому, что близость с финской границей, куда жители, кстати сказать, имели визы достаточно льготные, ездили туда раньше сотнями тысяч, выезжали на закупки куда-то в Финляндию и так далее, но и еще потому, что исторически Ленинград не воспринимал Сталина, например. Он не любил его. И поэтому есть такая одна из исторических версий, что блокады можно было бы избежать, если бы не ненависть Сталина к Ленинграду и особенно к ленинградцам, которые его, еще раз подчеркну, не воспринимали, потому что это большой красный террор. Дальше они заминировали весь город. И так же, как они взорвали в итоге безупречный, прекрасный ансамбль Хрещатика, точно так, и Днепрогресс, вот эти все барбарства они так же планировали в Ленинграде, но там остановились только потому, что там было военное производство. И, как ни странно, хватало ведь, так сказать, крепостных, которые это военное производство обслуживало, в то время как остальные, умирая от голода, ели непонятно что. Так же вспоминаем о том, что отец Путина, НКВДшник, не пускал людей, которые пытались пробраться куда-нибудь поближе к Финляндии, чтобы найти себе что-то, ну, пропитаться и расстреливали их просто там на месте. Ну и вот, в общем-то, традиционная эта ненависть. А к чему я так говорю? Потому что они все время ставят в Петербурге традиционно гауляйтеров. Им это самое главное. Есть довольно такой, ну, знаете, уже давно существующий проект, который они считают крайне экстремистским, называется «Свободная Ингрия». То есть, если исторически вспомнить давние времена, дело в том, что Инги Герда, дочка шведского короля, когда-то стала второй женой Ярослава Мудрого, родила знаменитую Анну Киевскую и так далее, а вот эти земли были ее приданным. В общем, вот эта «Свободная Ингрия», «Ингерманланцы» — это все запрещенные слова. Они понимают, что там где-то все равно возревает. Сейчас есть, например, замечательный проект «Европейский Петербург». То есть, вся оппозиция собирается и старается, ну, так сказать, проложить свое новое окно, свободное уже от остальной части террористического консорциума, потому что они себя чувствуют европейцами. Из-за этого, из-за того, что у них всегда была претензия на совершенно другой уклад и совершенно другие ценностные ориентиры, то есть европейские, а далеко не вот этот вот ордынский весь маразм, поэтому они всегда ненавидели власть, ненавидела этот город, ну, традиционно, советская и теперь уже российская. Поэтому, несмотря на то, что, казалось бы, он из этой подворотни, он так ее и не, как бы вам сказать, не умыл. Там эти страшные дворы-колодцы, там это все гниющее совершенно, вся эта система коммунального хозяйства, когда при том же Беглове меняли трубы с ветхих на древние. То есть гниль заменялась вообще чем-то неподходящим, распиливались бюджеты ротенбергами. Каждый раз они грабили этот город, они его ненавидят просто с большевистской ненавистью. И поэтому Беглов, который является ставленником, но теперь уже, так сказать, одну он угрозу своей жизни пережил, значит, в виде пригожина, который опередил его, так сказать, видимо, с лозунгом, что что фраер сел в эмбраер. Вот теперь он на такой гауляйтер, просто, вы можете сказать, оккупационные войска, можно так сказать, или оккупационный режим, который подавляет любой, пытаясь ваше протест. А еще раз подчеркну, вот это движение «Свободная Индия» и «Европейский Петербург», оно достаточно ощутимо там было и есть, и будет, думаю. Поэтому вот такое отношение ко всему. Беглов первым берет на себя, конечно же, инициативу и думает, что бы такого сказать, особенно после речей скабрезных Путина, который все время шутит по поводу девочек и мальчиков, как будто нет ничего важнее, то обсуждаются какие-то, стоило задать им вопрос про дефицит яиц на обычном столе у россиян, тут же вспоминают про яйца какого-то министра сельского хозяйства, сына, кстати сказать, Патрушева, при этом запойного алкоголика, не знаю, что он думает про яйца в целом. Но вот Путин почему-то решил всем сообщить, что он проверил и их там обнаружил. Яиц, видимо, у остальной части россиян он не обнаружил, как-то не боится в достаточной степени протеста, а зря, потому что надоел он там всем изрядно. Ну и вот решил Беглов ему немножко подкодить вот в этой же самой риторике, риторику, которую они похищают у всех консерваторов мира, делая вид, что консерваторы – это они. То есть никакой, допустим, нет риторики с их точки зрения, например, у республиканской партии Соединенных Штатов, хотя это половина избирателей американских, а они делают вид, что это нет. Это они – оплотный, так сказать, скреп, морали и, главное, четкого разделения полов. Это излюбленная тема Путина. Он сел, опять-таки, в какое-то такое металлическое кресло, ездил тут недавно, впервые за все свое 25-летнее правление добрался до Чукотки, сел в какое-то кресло, которое с металлическими этими поручнями больше напоминало инвалидное, в обшарпанном каком-то там помещении, и все равно, казалось бы, из этого региона кошелек его Абрамович вытащил все ресурсы. Его, так сказать, подруга жизни, Нарусова, вдова Собчука, оттуда сенатором сколько лет, и все. А он впервые там побывал, ему даже помещение не смогли найти более-менее предлядного, но все равно эти скабрезные шутки. А что у вас на чукотском языке? Есть различия между тем, как говорят, мужчины и женщины. Ну вот в этом же духе решил ему подкодить Беглов, который уже не знает, так сказать, что еще сделать, потому что, ну, его давно так бы уже бы, может быть, сместили, если бы не его знания по поводу бункеров и так далее. Потому что больше всего... Вы знаете, уже даже вот на этих Z-пабликах, уже даже там все смеялись и требовали, да, там, передать, скажите, Беглову, чтобы снес этот пост, потому что очень-очень всем смешно. Мария, хотели еще такую важную тему обсудить, что происходит в Белгороде, да? Там остановки транспорта, ну, стали вот напоминать бомбоубежище. Все 556 остановок. Они обложены либо, да, вот на видео, мешками с песком, либо бетонными плитами. И некоторые магазины на входе также выкладывают из подручных средств такие защитные сооружения. Чиновники и бюджетники в Белгороде должны будут пройти курсы оказания первой доврачебной помощи. А жители должны заклеить окна скотчем. Да, и вот при этом властям почему-то вопросов никто особо и не задает, да? Мол, вы говорили Киев за три дня, а вот что по итогу. Это вообще просто, ну, дикая история по той причине, что из Белгорода было, наверное, неплохо видно все эти уже почти два года, как ведется шквальный обстрел этими людоедами Украины, под какой вот этой вот страшной огневой этой лавиной находится Харьков. И вы знаете, самое удивительное, что они не думали ни о чем, даже о том, что тот, кто посеет ветер, в итоге пожнет бурю. Дело в том, что я много работала в Харькове ну, с 17-го года почти, наверное, ну, может, не знаю, ездила, может, каждые два-три месяца, и там проводила тоже по месяцу много спектаклей, спела прекрасных в схит-опера, в Харьковской опере. И каждый раз, когда я приезжала на вокзал, я все время слышала, вот таксисты отовсюду, это такси до Белгорода, довезем недорого, знаете, вот это вот все время. То есть почему? Потому что, очевидно, эти белгородцы ездили в Харьков постоянно, ну, купить что-то того, чего у них там, конечно, нет, потому что Харьков куда лучше всегда жил, то есть вот Барабашка назывался этот рынок там в быту, или в зоопарк прекрасный Харьковский сводить детей. То есть они видели это все, им не надо было, наверное, бы объяснять, какие прекрасные, гостеприимные люди украинцы, и как они сами, ну, я думаю, что раз в неделю, ну, или, так скажем, в две, думаю, что каждая обыкновенная семья ездила, вот, знаете, немножко поправить свое хозяйство за счет гораздо более процветающего рынка и так далее. Да, и потом еще в 22-м году прилетело там и по рынку, и в районе зоопарка, и парка. Все вот это, что прекрасно им известно, понимаете, но однако они не выходили на протесты. То есть когда разбомбили зоопарк и эти несчастные животные, которых все просто не знали куда, как, ну, целый клич был, и харьковчане просто проявляли какое-то невероятное мужество, спасая их. И то же самое, что вы сказали правильно, совершенно по рынку. Это все места, которые им знакомы. И они прекрасно знали, что это неспровоцированная, ну, адская, совершенно людоедская атака, которая, кстати сказать, длится. Вот я не знаю, как вам сказать, такое испытание городу, вот просто, ну, как вот смотреть на это из собственных окон и не думать, что в конце концов, ну, как вам сказать, эти корейские снаряды или там, что они покупают ракеты, они на 90%, ну, то есть хлам старый советский, ну, наверное, надо было как-то предполагать, что рано или поздно вот это совершенно неспособное ни к каким-то там точечным или еще каким-то ударам будет падать на их собственные головы. Как-то надо было, наверное, предположить, что это в конце концов распространится и более того, ведь кремлевской власти на них наплевать. Это же для них всегда был отрезанный ломоть, это буферная зона. Дело в том, что там, ну, до 28-го года, по-моему, это была вообще Украина. И, естественно, там проживает много, ну, украинцев этнических. Как относится кремлевская власть в целом к украинцам, по-моему, надо было уже понять за это время. Поэтому то, что это им теперь все сваливается на голову и то, что из них делают буферную зону, и я не удивлюсь, если это будет в конце концов просто еще и блокада с той стороны, ну, такая же по типу Ленинградской, вот мы сегодня уже с вами касались, как они любят устроить вот что-нибудь похожее тем, кого они просто, ну, вот так сказать, у них идиосинкразия по какой-то причине, вот невосприятие такое, вот такое у них видение, что какие-то люди достойны там жить, о каких-то они вот решили людоедски сожрать. Поэтому я вам скажу только то, что им, когда они смотрели и вот, так сказать, понимали, что происходит, потому что из других, может быть, не видно окон, но из их, так сказать, домов некоторых, наверное, было видно даже, что происходит и как это все делается, и то, что у них это не вызывало гнева, то, что они не выходили на протесты, это, наверное, вот сейчас расплата, понимаете, за эту сервильность омерзительную, вот, зря, безусловно, зря, потому что надо было выходить сразу и протестовать. Тогда, наверное, не посеяли бы тот ветер, который превратился в бурю в итоге, вот, который вы демонстрируете на экранах, и, естественно, что это, в принципе, может быть только хуже дальше, но разве что они сообразят, где у них враги, и пойдут, в конце концов, освобождать уже себя от оккупационной кремлевской власти. У них сейчас, знаете, небольшой разбег, потому что он планирует себя переназначить через уже сколько там, три месяца осталось. Дальше он озвереет окончательно. То есть сейчас есть какое-то небольшое, как мне кажется, окно возможностей. Уже, ну, надо было бы, наверное, какие-то свои вот эти осознать, адские ошибки. Наверное, надо было бы уже понять, что враг настоящий. И для них главным образом, потому что это, как вам сказать, в первую очередь узурпация, которая высасывает все ресурсы, в общем-то, из каждого региона, и из их регионов в частности. Ну вот у них такая доля, что действительно это буферная зона, они заминируют ее легко, все что угодно сделают. То есть это оторванный ломоть, такой отрезанный для них, и они совершенно, они ставленники там, все эти губернаторы, они всегда заезжие, залетные, какие-то спущенные, которые их также совершенно ненавидят. То есть это система оккупационных властей, это система гауляйтеров по отношению, ну, в общем-то, наверное, к любому там региону. Но в частности, в данный момент, они просто пускают в расход. Этим бы, я вам говорю серьезно, задуматься бы, пока им, пока они буферная зона, пока им не устроили еще блокаду. Уже давно пора развернуть свои штыки в сторону Москвы, и, так сказать, тем более, тем более был опыт, когда Пригожин шел туда, ему как-то вообще никто не оказывал, не то что сопротивления, а только радовались. Есть, в конце концов, РДК, есть, в конце концов, Легион Свободы России, есть к кому привыкать, есть силы, которые готовы, ну, так сказать, освобождать, в том числе, вот, всех узурпированных. Но надо же что-то им, наверное, делать, ну, я не знаю, или как они, так сказать, суицид там, или что. Такой еще хотели с вами вопрос обсудить. Глава организации Русь сидящая, Ольга Романова, рассказала, что российских заключенных вынуждают ехать на войну в Украине. При минус 30 им просто вот отключают отопление в колониях и тем самым делают жизнь невыносимой. Вот вчера вечером Федеральная служба исполнения наказаний Российской Федерации уже все опровергла, мол, все учреждения работают в штатном режиме с соблюдением температурных норм. Но как вы полагаете, да, ведь они вполне могли пойти на такой шаг? Правда, нужно учесть, да, что на фронте еще хуже будет. Там за отказ воевать могут вообще раздеть и в яму бросить. Во-первых, начнем с того, что они специально сначала при помощи все того же Пригожина и его рекрутинга высвободили большое количество площадей тюремных, ну, то есть отправив на утилизацию не просто там преступников, это само собой, но патентованных людоедов и так далее. То есть теперь они высвободили там эти все помещения для того, чтобы компактно там содержать в том числе, ну как, несогласных, то есть оппозиционеров и накомыслящих. И поэтому я думаю, что надо тут делить. Вот в чем дело. Там оказалась такая среда, так обычно АУЕ поглощала полностью. Это такая, знаете, скрепа их главная. Вот эта АУЕ, система вот этих лагерных адских совершенно устоев, она создавалась сознательно, потому что человек, попадающий туда, в эти застенки, должен опасаться не сути того, что написано в приговоре. Там написано лишение свободы. Но дело не в том, что его лишают именно свободы, а дело в том, что его там лишат здоровья, достоинства, перспективы, жизни, возможно, органов каких-то. То есть они сделают так, что оттуда выйдет совершенно сломленное существо, которое едва будет помнить о том, каким оно было до того. То есть там создаются вот эти вот условия в этих самых тюрьмах, поэтому я думаю, что то, что сказала Ольга Романова, написала, это соответствует действительности. Но вы абсолютно правы, когда говорите о том, что если там находятся в том числе несогласные или хотя бы, как вам сказать, не совсем людоеды, и не международные преступники, вот так скажем, то тогда как бы смысла никакого нет ухудшать свое положение, отправляясь на утилизацию. Теплее-то точно не будет, но тут есть всегда, я хочу подчеркнуть, это всегда есть третий вариант, о котором почему-то мало говорят. Есть, еще раз подчеркну, иностранные легионы в составе ВСУ, есть, соответственно, РДК и Свобода России, есть, мало того, если уж какой-то такой не умеющий, допустим, не знающий, как воевать, или там такой вот какой-то уже, то в конце концов есть программа «Хочу жить», и ГУР постоянно об этом говорит, ну, в таком случае быстрее сдавайтесь, пока вы еще не стали международными преступниками, убийцами, насильниками, мародерами, пока вы не переступили эту самую страшную черту вот до этого момента есть возможность воспользоваться горячей линией «Хочу жить», и если уж нету сил на вооруженное сопротивление, ну, так сказать, своим собственным оккупационным властям, которые там сидят, и сейчас, если они не воспользуются, все они там, вот этим последним для себя шансом, если он еще и переназначит себя поперек абсолютно, ну, то есть, не то, что там непопулярности, а не они возненавидели уже, по большому счету, там просто апатия, там боязнь стукачества, доносительства, они поэтому пока из кухонь не выйдут никак на площади и не скажут «уходи», но там они должны все понимать, он переписал под себя, ну, как, надругался на Конституции и устроил себе вот это обнуление, сейчас он претендует на шестилетний срок, который потом позволяет ему баллотироваться еще раз в общей сложности 12 лет. Если они не хотят получить, как это сказать, автобан, такой туннель на кладбище без съезда в 12 лет, то, мне кажется, самое время задуматься и уже сейчас говорить о том, что вот мы не можем, мы там это, пускай думают уже в конце концов о своих детях, внуках, правнуках, которых эта вот кремлевская власть лишает шанса на будущее, ну, пускай думают, почему, почему только украинцы, почему только мужественные героические вооруженные силы Украины знают, что нужно биться за цивилизацию, почему героический украинский народ стоит два года и сдерживает эту адскую навалу иной раз, даже, понимаете, несмотря на проволочки с поставками вооружения. Поэтому я считаю, что колоссальная доля ответственности на них самих и шансов у них уже остается все меньше и меньше. Собственно говоря, до конца марта смогут справиться, ну, значит, будут мартовские иды для диктатора, узурпатора Путина. Мария, спасибо огромное, спасибо за эту интересную, эмоциональную беседу. Всегда рады видеть вас в эфире Freedom. А зрителям напомню, Мария Максакова, оперная певица, была в нашем эфире. Спасибо еще раз. Благодарю вас. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова